Последствия для оборонного потенциала России В 2007 году Сергей Степашин, бывший премьер-министр, а в настоящее время генеральный контролер Российской Федерации, предупредил, что, цитата, «сокращение численности населения и снижение плотности населения создаст опасность ослабления политического, экономического и военного влияния России в мире». Конец цитаты. Как он недвусмысленно признал, демографический кризис в России накладывает неизбежные ограничения на оборонный потенциал страны. Эти демографические ограничения, накладываемые на военную мощь страны, в ближайшие годы значительно ужесточатся. Наиболее очевидные ограничения, налагаемые продолжающимся демографическим кризисом, касаются рабочей силы военнослужащих. Сохранение нынешней структуры вооруженных сил в страну на 2008 год. Численность вооруженных сил составляет 1,27 тысячных миллиона человек, в основном состоящих из молодых призывников, обязанных отслужить 12-месячный срок службы, что в ближайшие годы будет неосуществимо. Российские вооруженные силы 2008 года были укомплектованы в основном молодыми людьми, родившимися на 18 лет раньше. В 1990 году в России родилось чуть более миллиона, 1,021 миллиона, если быть точным, мальчиков. Однако в 1999 соответствующее общее число сократилось до 626 тысяч, то есть на 39%. Очень грубо говоря, это означает, что число потенциальных новобранцев в России, согласно нынешней формуле укомплектования Штатов, сократится почти на 2,5 в период с 2008 по 2017 год. Если Москва хочет предотвратить сокращение численности военнослужащих такого масштаба в ближайшие несколько лет, у нее есть только два варианта – привлечь менее квалифицированных призывников или продлить срок службы по призыву. Ни один из этих вариантов не является предемлемым. Вы прослушали начальные строки данной статьи. Целиком эту статью читайте из текстового файла, ссылка на который дана в описании ролика. Также там найдете ссылки на всю книгу на русском и на ее оригинал на английском. Благодарю за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!